Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня ко мне пришла наконец-то моя долгожданная посылка. Это станок. Работать буду на нем впервые, поэтому не судите строго, как говорится. Ну а что это за станочек, я вам сейчас покажу. Станок мне привезли вот в таком фанерном коробе. Он довольно-таки жесткий. Можно не бояться, что станочек повредится при транспортировке. Ну а вот по этим цифрам и буквам, я думаю, многие уже догадались, что это за станок. Итак, а в коробе у нас настольный токарный станок по металлу Wason WM210F400. Здесь находится сам станок и его комплектующие. Сейчас я расконсервирую станок, достану комплектующие и уже более детально все это рассмотрим. Вот как выглядит наш станочек после расконсервации. Достал все из коробочек и теперь более детально рассмотрим комплектацию данного станочка. Первое это инструкция. Также хотелось обратить внимание, что производитель положил дополнительно плавкий предохранитель. Огромное спасибо ему за это. Здесь у нас находится патрон, ключ для патрона, вращающийся центр и не вращающийся центр. Везде здесь конус МК2. Также есть ключ вот такой, 14х17. Масленочка. Набор шестигранников, довольно-таки хорошего качества. Ключ для патрона с пружиной. Набор обратных кулачков для патрона. Набор шестерен для нарезания метрических и дюймовых резьб. Также есть вот такая втулочка для этих шестерен. И набор резцов. Прямой проходной, два правых проходных, расточной, внешняя резьба, внутренняя резьба и отрезной. Также имеется набор пластинок для этих резцов. Ну и приятный бонус. Это вот такой вот кейс для хранения тех же самых шестерен и резцов. Ну а теперь давайте рассмотрим более детально сам станочек. Габаритные размеры станка составляют длина 840 мм, ширина 390 мм и высота составляет 370 мм. Вес станка 75 кг. Друзья, обратите на это внимание, потому что конкуренты обычно весят намного меньше. Двигатель здесь установлен бесщеточный, мощностью 1100 Вт. В верхней части находится панель управления, клавиша включения-выключения двигателя, а также рычаг управления вращением патрона по часовой, либо против часовой стрелки. Чуть ниже у нас расположен регулятор оборотов. В зависимости от положения ремня, у нас скорость может быть от 50 до 1250 оборотов в минуту, либо 100-2500 оборотов в минуту. Чтобы включить наш двигатель, поворачиваем наш регулятор оборотов и выставляем нам нужное количество оборотов. Если мы поднимем крышку над нашим патроном, то он остановится. Если посмотреть внимательно на планшайбу, то мы можем увидеть дополнительные отверстия для установки 4-кулачкового патрона. Друзья, огромным плюсом данного станочка считаю, что здесь диаметр проходного отверстия шпинделя составляет 38 мм, что позволяет нам зажимать более крупные заготовки. Также огромным плюсом считаю, что толщина стенки шпинделя здесь составляет 6 мм. Обратите на это внимание при покупке, ведь у конкурентов толщина стенки составляет 3,5 мм. Что касается обработки деталей, то обработка над станиной составляет 210 мм, над суппортом 110 мм. Ширина станина составляет 100 мм, и она поверхностно закалена токами высокой частоты. Расстояние от патрона до задней бабки составляет 400 мм. Но, к примеру, если мы вставим сюда вращающийся центр, то это расстояние будет меньше. Что касается задней бабки. Здесь имеется эксцентриковый зажим. В самой пиноле имеется конус МК2. Пиноль выдвигается чуть более 50 мм, а также имеется шкала в миллиметрах и в дюймах. Также сверху можем увидеть масленку. И здесь же расположен лимб с ценой деления 0,025. Теперь рассмотрим суппорт. Как видим, здесь у нас имеются пыльники, а также везде масленки. Здесь, здесь, вот здесь у нас масленки, ну и здесь тоже. Шкала деления на продольном лимбе составляет 0,025 мм. На поперечном лимбе цена деления составляет 0,05. На малой продольной имеется лимб с ценой деления 0,02. Шаг ходового вала здесь составляет 2 мм и закреплен на двух опорных подшипниках. Также имеется масленка. Данный станок имеет возможность нарезать как метрические резьбы, так и дюймовые. Метрические от 0,5 до 3,5 мм. Дюймовые от 10 до 44 ниток на дюйм. Теперь снимем крышку и посмотрим, как устроена приводная часть. Здесь мы видим ременную передачу. Здесь у нас находится ведущий шкив двигателя, затем переходит на промежуточный шкив и уже затем на шкив шпинделя. Здесь у нас имеются канавки, чтобы переставлять ремень. Ну а гитара здесь располагается вся на одной рейке. Я считаю это огромным плюсом. Друзья, ну и настал момент поработать на станочке. Работать буду впервые, так что не судите строго. Из материала есть вот такой пруток 14 мм. И сейчас с ним поработаем. Далее возьмем вот такой отрезной резец. В моем случае нужно будет подложить пластинку под него, чтобы резец выходил на центр нашей заготовки. Я буду подкладывать шайбочки. Так, ну и включаем станок. Продолжение следует... Так, все готово. Как видим, отрезало все четко. Единственное, конечно, не нужно дорезать до конца. Немножечко оставлять и отламывать. Иначе может сломаться резец. Сейчас давайте поменяем резец на проходной и попробуем пройти. Резец буду использовать вот такой проходной. Итак, установил резец. И сейчас сделаем проход. Заготовочка у меня, правда, в краске. Но сейчас посмотрим результат. Заготовочка у меня, правда, в краске. Друзья, ну, думаю, для первого раза получилось даже неплохо. Друзья, в заключение хотелось бы сказать, что станочком я доволен на 200%. Из плюсов хотелось бы отметить, это то, что достав его из коробки, сразу можно приступать к работе. Я установил заготовку, установил резец, отторцевал заготовку и прошел проходным резцом. То есть, ничего не настраивая, сразу приступил к работе. Также огромным плюсом считаю то, что у данного станочка в комплекте уже есть все необходимое. Это и масленка, набор ключей, а также огромным плюсом считаю, что есть набор резцов и пластинок к ним. Из плюсов еще раз повторюсь, что диаметр проходного отверстия шпинделя здесь составляет 38 мм, а толщина стенки составляет 6 мм. Поэтому думаю, что данный станочек подойдет не только как начинающему мастеру, но и также профи. Кстати, ссылочку, где я приобретал данный станок, оставлю внизу под описанием. Можете пройти и более детально ознакомиться с техническими характеристиками данного станка, а также посмотреть ассортимент магазина. На этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!